МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Коротко о главном сегодня. Рязань стала местом проведения международного семинара ветеранов уголовного розыска. Не материнское спокойствие, а женщина подозревается в убийстве новорожденного ребенка. Что такое геномная регистрация, как проходит эта процедура и какие преимущества дает спецреп из лаборатории УМВД? Начнем с хорошей новости. Три дня Рязань была гостеприимной хозяйкой для почетных гостей. Лучшие сотрудники органов полиции России и стран СНГ приехали на международный семинар. Руководители ветеранских организаций служб уголовного розыска. Представители 40 регионов от Ямала до Москвы, а также из Белоруссии, Украины, Молдовы, Азербайджана и Казахстана приехали поделиться опытом и воспоминаниями. Некоторые преодолели тысячу километров, чтобы лично сказать. Запись трудовой книжки – только формальность. Поделиться опытом с коллегами приехал и человек-легенда советского УГРО. Генерал-полковник внутренней службы, помощник министра внутренних дел России Иван Шилов. Руководители следственных отделов Рязанской области подвели итоги очередного полугодия. Пугать цифрами смысла нет. Одни показатели ниже, другие выше. Общественность за высокими цифрами видит показатели работы сотрудников. Мы, журналисты, прежде всего рост преступлений. С наибольшей нагрузкой работали следователи Кораблинского межрайонного следственного отдела, в производстве которых находилось по 6,8 дел на одного следователя. Касимовского МСО – 5,9 дел, Рязанского МСО – 5 дел. В Московском МСО города Рязани, Савсовском, Михайловском межрайонных следственных отделах данный показатель сегодня, к сожалению, ниже среднеобластных. Рязанский МСО – в числе тех, с кем наша программа работает плотнее всего. Напомню, это 4 подведомственных муниципальных района – Рязанский, Рыбновский, Старожиловский и Спасский. Количество убийств на этой территории увеличилось на 7,7%. За истекший период 2013 года, то есть за первое полугодие, следует отметить увеличение зарегистрированных преступлений на подведомственной территории, то есть с 502 в первом полугодии 2012 года до 603 в первом полугодии 2013 года. То есть в целом увеличение произошло на 16,8%. Также следует отметить, что в целом по Рязанской области наблюдается увеличение тяжких, особо тяжких преступлений на 4%. Что касается деятельности Рязанского межрайонного следственного отдела, то в трех из четырех районов также отмечается увеличение по указанным категориям преступлений. Это Рязанский район, Рыбновский район и Старожиловский район. В указанных районах, соответственно, на 25%, на 69% и 37%, соответственно, каждому из перечисленных районов произошло увеличение по тяжким и особо тяжким преступлениям. Влияет ли география на количество и качество преступлений, сказать трудно. Скорее, это социальный фактор. Надо отдать должное, в этом полугодии в Рязанском и Рыбновском районах убийств не совершалось. А вот в двух других, напротив, отмеченных рост. Произошло также увеличение поступающего количества сообщений о преступлениях, рассмотренных следователем Рязанского межрайонного следственного отдела, с 779 в первом полугодии 2012 до 836 в первом полугодии 2013 года. По из указанного числа сообщения преступлений, сотрудникам Рязанского межрайонного следственного отдела было возбуждено 50 уголовных дел различной степени тяжести различных категорий. По словам руководителей МСО, приносит результат и активность населения. Итоги полугодия показали, какие направления работы стоит пересмотреть и проанализировать. Уголовное дело по убийству матери у новорожденного возбудили еще в 2012 году. Все это время следователи выясняли главное. Как именно прошли роды и был ли у ребенка шанс на спасение. Так называемая мамаша, которая, кстати, лишена родительских прав в отношении двоих старших детей, надеялась, что и на этот раз малыша отберет государство. Но ребенок не получил и такого права на существование. К ней приходили и глава администрации к ней приходил, и к ней приходили тот же самый акушер, и местный фельдшер, и врачи уговаривали, чтобы она встала на учет по беременности, так как имеются опасения за жизнь ребенка. Она отрицала факт беременности своей. Вы с той рожали, вы понимали, что ребенок упадет и ударится головой? Наверное, да. Может, да. Это так и получилось? Да, так и вышло. Было установлено, что ребенок родился живорожденным. При этом ориентировочная продолжительность жизни составляла до трех часов. Вот, сама обвиняемая отрицала факт того, что ребенок родился живой, поясняя, что ребенок родился мертвый, не кричал, не дышал, признаков жизни никаких не подавал. На лице задержанной то слезы, то ухмылка. Никаких материнских чувств нет и в помине, судя по таким показаниям. Она даже не проверила пульс малыша, а вот подруге рассказала совсем другие подробности. Ребенок родила ребенка живого, но ей не нужен был. Она его укутала сначала в какой-то кофте или что-то. Ребенок кричал при этом? Кричал. Ну, я ей надоело, она подушку голову укрыла и у меня руками не удержала. Не знаю, с какого-то там тракта, с какого-то. То есть по времени не знаете, не говорили? Об этом почему никуда никому не рассказали, не сообщили милицию, полицию? А мне охота тоже пить следующую. Не, ну в плане, она вам, вы как пояснили то, что она как бы сказала, вам попросила вас никому не рассказывать, так? И пригрозила то, что будет то же самое, что с ребенком. Да, то же самое. Оснований не доверять угрозам не было, говорит свидетель. Женщина уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью, причем мужчине. Кстати, максимальное наказание за убийство новорожденного в России всего 5 лет. И не каждая такая мамаша получает реальный срок. Условное материнство – условное наказание. Любовь, конечно, к нутам не привьешь, но уважение к чужой жизни вполне. Совсем недавно в России начали применять геномную регистрацию осужденных за тяжкие преступления в целях идентификации личности. Несмотря на то, что правоохранительные органы многих стран мира уже используют ее на законодательной основе в своей работе, у нас к такой процедуре до сих пор относятся настороженно. Все боятся обидеть недоверием тех, кому по большому счету глубоко наплевать на своды и законы. И это при том, что в настоящее время база генетических данных создана уже более чем в 30 европейских странах, а также в целом ряде других стран мира – США, Новой Зеландии, Австралии и так далее. И там заключенные принимают это как должное, не пытаясь качать свои права и ссылаться на их нарушения. В Рязани тоже есть удивительная на взгляд постороннего человека лаборатория экспертно-криминалистического центра ОМВД. Увидеть своими глазами, как сравнивают биологические данные и исследуют ДНК, удается немногим журналистам. Именно специалисты таких лабораторий дают следователям самые главные ответы, помогающие восстановить картину происшествия – кто, когда и как совершил преступление. Да, сейчас очень много у нас работы, потому что наша лаборатория обслуживает не только Рязанскую область, но и в том числе Владимирскую область. Это раз. Во-вторых, в связи с тем, что началась реализация закона о генетической регистрации в Российской Федерации, работы значительно нам прибавилось, потому что началось степирование лиц осужденных, отбывающих наказание за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, преступлений против половой неприкосновенности. По утверждению специалистов, любая частичка человеческого тела и в первую очередь кровь содержит неповторимый код ДНК, который под своим персональным номером будет храниться на протяжении многих лет. С этого момента человек может поменять внешность, паспортные данные, но в любом случае будет опознан с помощью геномной регистрации. Теперь у сотрудников правоохранительных структур появляется реальная возможность оперативно идентифицировать личность преступника, оставившего на месте злодеяния улики. Например, слюну, волос, потожировые выделения, не говоря уже о каплях крови. Оборудование американского производства. На таком оборудовании работают в основном все европейские, или не все, но большинство европейских, американских лабораторий, которые занимаются именно тем же, чем и мы, исследуем ДНК человека с целью его идентификации. Закон о генетической регистрации на самом деле был принят еще в 2009 году, но активно о нем заговорили только тогда, когда оснастили подобные лаборатории необходимым оборудованием. Расходный материал не дешевый, но сегодня и мы не отстаем от Европы. Это амплификатор, прибор для проведения полимеразной цепной реакции. Это секвенатор, прибор для анализа уже амплифицированных фрагментов ДНК. Процедура геномной регистрации заметно отличается от стандартных анализов, никаких пробирок. Кровь наносят на стерильный материал, его запечатывают и маркируют. После присвоения индивидуального номера биоматериал направляется для обработки и хранения в экспертно-криминалистический центр. Смотрите, образцы лиц осужденных прибывают вот на таких вот. Отбираются на такие вот ФТА-карты, у которых есть образец крови. Тут, соответственно, персональные данные этого человека и уникальный номер, через который кодируется информация. Вот это вот оборудование, оно позволяет нам в автоматизированном системе, с одной стороны, через бар-код закодировать данные об этом человеке. А во-вторых, вот этот вот робот, он позволяет сделать, отобрать в автоматическом режиме образец крови. По словам специалистов, геномная информация будет храниться до установления факта смерти осужденных. А если таковые сведения по каким-то причинам отсутствуют, до даты, когда им исполнилось бы сто лет. Вопрос генетической регистрации делится на два главных подраздела. С одной стороны, это регистрация генетической информации следов биологических происхождений, изъятых с мест происшествия. Понятно, что существует какой-то объем преступлений, на настоящий момент не раскрытых, но с которых изъяты следы биологического происхождения. Данные ДНК этих следов, они не могут не представлять, с одной стороны, оперативного интереса с целью их раскрытия. С другой стороны, они достаточно долго хранятся, уже полученные эти данные, они могут бесконечно долго быть использованы для раскрытия преступлений прошлых лет. И наша практика показывает, что с использованием данных ДНК эти преступления прошлых лет можно раскрыть. Это лицо рано или поздно появляется. Федеральные базы геномной информации созданы во многих странах. Даже белорусские коллеги в этом плане опередили российских. В конце концов, такая информация может доказать не только вину, но и невиновность. Лидером в данном направлении является Англия, где обязательно геномной регистрацией подлежат не только лица, которые осуждены отбывать наказание, как у нас в Российской Федерации, но вообще лица, которые доставлены в полицейский участок, совершившие даже мелкие преступления, в том числе административные нарушения, они подлежат обязательно геномной регистрации. То есть представляете уровень нарушения, нарушения в кавычках прав человека в Российской Федерации и вот в Англии. То есть у них практически все люди, которые так или иначе контактируют с полицией, они подлежат обязательно геномной регистрации. Их данные, данные ДНК попадают вот в национальную базу. Естественно, что там результативность этой базы очень высокая. На исследование одного объекта уходит порядка 48 часов. Основная технологическая цепочка происходит незаметно для постороннего глаза, внутри самих аппаратов. Ну вот сейчас постановка полимеразной цепной реакции, вот в данном случае в этом аппарате, который в результате у нас один из этапов исследования ДНК. Вот так вот объясню. То есть этот этап, который требует определенного длительного времени, в котором, собственно говоря, вся химия и происходит. Закон о геномной регистрации коснулся и приезжих, если они уже попали в российские тюрьмы за соответствующие преступления. Вот эти вот данные, вот это и есть данные ДНК человека, который носит индивидуальный характер. Ну это циферки такие, как бы форезь проходит, он многокрасочный. Детектор работает в пяти красках. На экране сейчас четыре краски отражаются. Как биологическая эта лаборатория работает с 97-го года. Сейчас она представляет собой семь помещений, а часть работы выполняет автоматическое роботизированное оборудование. Но главным ресурсом все равно остаются люди, специалисты, без которых даже самые лучшие машины не принесут пользы. Кстати, работа у них частенько лишена романтики. Можно увидеть и такую картину. Когда обнаружен неопознанный труп, документов чаще всего при нем никаких не имеется. Самый легкий способ установить личность – это произвести дактилоскопию и проверить по базе папилон на наличие совпадений отпечатков пальцев. При сильных неносных изменениях отдактилоскопировать не представляется возможным. Но после специальной обработки получаются достаточно приличные отпечатки пальцев, которые посредством прогона по базе папилон нередко даются впадения. И неопознанный труп становится опознанным. Не знаю, как вам, а мне после посещения такой лаборатории пришла только одна мысль. Полезно позволять иногда обычным людям заглядывать именно на полицейскую кухню. Посмотреть, как люди работают и что дают результаты их работы. Мы не хуже Европы, отстаем, пожалуй, только в одном – в прямолинейности. Боимся называть отъявленных негодяев преступниками. А зря. Будут знать о неотвратимости наказания, лишний раз подумают. За экскурсию спасибо. На сегодня это все новости. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова